Доброе всем утро и отличного настроения! Сергей, а что у нас дальше по эфиру? Серёжа! Аня, тебе не стыдно, он вообще, в принципе, играет. Ты же вроде в том, что человек... Почему ты голос даже не поменяла? Я поменяла? Я же сказал, доброе утро! Нет, это что, своим же голосом говорили? Ну, неправда! Доброе утро! Вот называется поменять голос. Ну-ка, давай, попробуй, попробуй, попробуй. Доброе утро! Доброе утро! Ну, как будто бабушка, она же не бабушка. Для мамочки козы этот подходит голос. На самом деле, я так давно не играла в куклы, что... Решила это сделать сейчас. Решила сделать это сейчас, да, не могу просто остановиться. И вдвойне мне приятнее от того, что она такая красивая, и я такое никогда не встречала. Круто, ручная работа, по всей видимости. Очень здорово, ручная работа, да, я знаю, насколько сложно делать куклы. И не только, между прочим, этот экземпляр, не только этот экземпляр находится в нашей студии, но и вот тут позади нас, мы, наверное, чуть-чуть, может быть, маленечко... Давай, отвинемся, раскроем всю эту красоту и покажем. И да, и покажем все эти чудесные куклы, которые у нас здесь находятся, и не только они, но еще и Людмила Пескунова, коллекционер таких вот прекрасных кукол. Доброе вам утро. Мы впечатлены, я скажу так. Да, доброе утро. Рад вас поприветствовать. Рады, что не поленились вот в такую красоту. Да, показали нам все. Потому что, когда мы сейчас их монтировали, хочется сказать о том, что есть куклы действительно по-настоящему весомые. И это, видимо, не пластик, это сделано из какого-то фарфора, да? Это фарфоровые куклы. Без исключения? Нет. Ага, есть некоторые. Есть некоторые исключения. Хорошо. Расскажите, как до жизни за такое докатились, почему вы брали для себя именно кукол, и как давно уже этим занимаетесь? Ну, до жизни я до такой не докатывалась. У меня куклы были всегда, всю жизнь, с детства. Как-то они хранились, несколько кукол из моего детства. Есть среди них? Нет, среди них есть одна кукла, которая была шоком для меня. Шоком? В детском мире продавалась такая кукла, называется «Мой любимчик». А там, кстати, как раз сегодня находится наша площадка. Да. Производство ГДР. Но стоила она очень дорого тогда, 14 рублей. Мне такую куклу купить. А чем она была хороша? Чем она была необычна? Почему она так не слила? Необычна, но вы посмотрите, это ребенок. Так, она закатывает до глазки? Закрывает глазки. Она пикает, но сейчас она не пикает, это кукла 50-х годов. У нее реснички расписаны. Она старше нас, получается? Да. А одежда у нее новая сшита? Ну, мне она досталась уже в зрелом возрасте, поэтому она была уже голенькая. Но вы, наверное, ее не за 14 рублей купили. Я нашла в интернете ее образ, как она была одета. Вот это вот точно такое вот... Восстановили, скажем так. Восстановили, да. То есть вы по-настоящему, как взрослый коллекционер, уже в интернете ищете какие-то экземпляры кукол, которые примерно конкретно знаете, что хотите? Конечно, конечно. Скажите, ну мы знаем, что, естественно, это малая часть той коллекции, которая у вас существует дома. Сколько у вас их этих... Около двух сотен. Ого-го. А где они размещаются все у вас? Везде. По дому. А как вы выбирали тех, которые сегодня к нам привыкли? Те, которые станут медийными? Ну да. Ну вот эта кукла, красная шапочка, это авторская... А я думаю, что это баварская девчонка. Видимо, какие-то элементы присутствуют в этом костюме немецкие. Вот у нее даже кисемочка с волком. Шикарно. Она сохранилась полностью, вот как она выпускалась на заводе, так она... Костюм оригинальный абсолютно. Да, оригинальный абсолютно. Ничего не менялось. Она и пластика сделала, да, или что это? Нет, это, скорее всего, это прессованный картон. А сколько ей, еще раз напомню, лет этой кукле? Я так предполагаю, я не эксперт, конечно, но фабрика Фолька начала выпускать пластиковые куклы где-то в конце 50-х годов. Это не пластик, поэтому, наверное, до 50-х годов она возвращалась. Но это была обычная кукла, которой дети могли, в принципе, играть. Дети, да, видимо, играли ей. Ну, вот я смотрю, вот эта кукла неигранная, она совершенно целая. Я еще так понимаю, что кроме того, что вы коллекционируете эти куклы, вы еще и, в общем-то, обладаете довольно глубокой информацией о фабриках выпускающих. Ой, истории, наверное, какой-то кукольный. Конечно, конечно, вот эта кукла Ремека. Это английская фабрика была, которая работала на российский рынок с 92-го года. В 2007 году производство кукол Ремека перешло в Китай. И там уже совершенно другое качество. Вот это английская кукла. А вот у вас еще есть, если, например, эти все куклы, скажем, довольно идентичны, то вот есть, например, кузнечик, да, или что это? А это моя проба пера. Это я для внука, когда у меня появился внук, мне хотелось ему доставить радость. Тогда был лунтик на экранах, нисходящий. И вы сами его сделали, да? Я делала лунтика, делала милу, божью коровку, и вот кузнечика. А что это, войлок, да, какой-то? Это валяние сухое из шерсти. Ну, вот получилось, достигнута была цель? Цель достигнута, вот кузнечик вроде получился. Такое классное, что решили не отдавать. Ну, он играл им, он играл им. Я удивляюсь, что он сохранил. Лунтик-то вообще заигранный, его уже нет. Я, на самом деле, так вспоминая, вспоминая какие-то свои первые куклы, у меня была, ну, вот из тех, что я помню, было две, вот по виду похожие на вот эту, у нее было такое, здесь на фарфоровый личик, остальное все, кукольное с платьишком. И была еще одна кукла, она была такая кудрявая-кудрявая, очень сильно загорелая. И вот она у нас переходила, она мне досталась от бабушки, потом я ее передала своему брату, он в нее не играл, но когда он был маленький, он был размером прямо с эту куклу. Мы так обоих их ложили, надевали им одинаковые рубашечки, и, в общем, они играли. Ну, и где сейчас, тернокозая девчонка. Она у меня лежит и ждет своего периода. А я к чему начала с первых кукол, спрашиваю, а вы свою первую куклу помните, какая была у вас? Ну, первую-то вряд ли я помню. Ну, примерно, какую-то вот из тех, что помните, что это было? Я помню, что у меня была пресс-опилочная кукла с ногами, руками и телом текстиля, набитая опилками. Да, 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 это, собственно, неудивительно. Нет, я потому что, я просто недавно пересматривал мультфильм «Винни-Пух», в английском варианте он, разумеется, мягкий, а у нас там поет, что он набит опилками. И это как бы правда было, да. Все куклы были набиты опилками. И медведи, и куклы набивались опилками или соломой. Вы знаете, я вот свое кукольное прошлое, конечно, так хорошо помню, но у меня был действительно медвежонок красного цвета, тоже, по-моему, набит чем-то вот таким, либо твердым. Ну, что-то было такое плотное, в общем. Это не абсолютно мягкий был. Но я спать было не очень комфортно. Но, тем не менее, у меня была сестра, которая шила на кукол, и она меня тоже к этому делу пристасшила. Мне нравилось шить даже какие-то одежды. А есть какая-то кукла? А что, что говорите? Куклы, которые утратили свое тело. А, есть такие. И вот такие куклы восстанавливаются, им приходится шить. Вот это такая кукла. А есть ли у вас, может быть, помните, может, даже не здесь, не среди этих экземпляров, такие куклы, которых вы очень долго хотели себе получить в коллекцию? Ну, и, в общем, долгая история была. Там заказывали, там, может быть, заказывали, искали, может быть, не могли найти. Ну, куклы почти все так. Всегда с ними так происходят? Если это не новодел, так скажем. Вот эта кукла была приобретена в 90-х годах в Испании. Это была единственная кукла характерная. А потом он привел еще 10 штук. 11. У меня 11 вот таких характерных куклят теперь живет. Бесконечно можно рассказывать и разговаривать об этом. Мне необычно интересна у каждой куклы своя история, своя биография. Это, конечно, круто. Да, невозможно перестать играть в куклы, на самом деле, сколько бы тебе ни было лет. Главное, чтобы на это хватало времени, возможностей, желаний. В общем-то, это давало тебе дополнительное вдохновение. Но мы видим, что все это у вас есть. Спасибо вам огромное, Людмила Пескунова. Коллекционер Кукол Носблайс свою часть, небольшую часть своей коллекции она представила здесь. Спасибо большое. Нам, правда, это очень сильно приятно.